В одном большом грязном городе жил матроса Бибос Компот, сосалка-довалка Карамелька, жирный придурок Кёрджик, ну и еще множество всяких других чертей и мракобесов. Ну а все вместе они три лоха. Это лоха. И это лохундра. А блин, этот ацетон просто омерзителен. А я говорила, надо было взять три бутылочки боярки, заместо одной бутылки этой хрени. Эй, заткнись, Коржик. Но его мнение вообще никто не спрашивал. О, посмотрите-ка, это же сам мэр нашего города, Сергей Сорянин. Кхм, ты что, идиот, Компот? Нашего уважаемого мэра зовут Сергей Сасянин. Эй, заткнитесь, тупые уроды. Сколько лет я уже мэр, а вы все никак не запомните, что меня зовут Сергей Собякин. А что вы забыли тут на этой помойке, господин уважаемый мэр? Эй, а тут по вашей душе, вы только посмотрите на себя. Паразиты, шпана, ублюдки. Вы бесполезные отбросы общества. Но сейчас все изменится, потому что я, как мэр города, обещал навести в этом городе порядок. Правда, обещал я это 8 лет назад, ну, да это не важно, лучше поздно, чем никогда. Короче, я дам вам работу. О, это хорошо, господин Собякин. Это значит, что вы будете платить нам деньги? А что за работа, господин мэр? Она не слишком сложная. Вам понравится. Вы будете предвыборными информаторами. В конце концов, до выборов уже неделя, а народ даже не знает кандидатов. Надо это исправить. Заодно я считаю, что обеспечил работой деклассированные слои населения. Какой я молодец. О, это, конечно, очень щедрое предложение, господин Собякин. Но, кажется, мы не сможем взяться за эту работу. Она слишком сложная и ответственная для нас. Да, работа для вас. Вы думаете, это предложение? Нет, это приказ. Если вы откажетесь, у вас будут крупные проблемы с законом. Хм, как будто вы нас заставите, если мы откажемся. Мы, между прочим, в свободной стране. Хм, конечно, я вас заставлю. Я ведь мэр. У меня есть власть, силы убеждения и армия ментов. О, боже, только не по лицу. Более, только не по лицу. Эй, шэй, шэй. Полезная информация перед выборами. Идите нахуй. Выборы, это очень важно. Нет. Да, блядь. А вы идёте на выборы? А-а-а, зачем? Здравствуйте, вы сознательный гражданин? Я, футбольный мячик. Ало, смейте, пожалуйста, листовку. Какую ему? Ох, чё-то пока что работа не очень хорошо идёт. Люди не очень-то интересуются выборами. Да, честно говоря, я их не осуждаю. Голосовать не за кого. Ты видел кандидатов? Это же полное убожество. Итак, кто тут у нас? Сраный тупой клоун, который всем уже надоел. Блядская лошадь. Денежный мешок, которым на народ посрать. Человек-яблоко. Суперспособность вечного неудачника. Никому неизвестный нацпад. Какой-то хрен. И тёмная лошадка. Мутный тип, в котором от красного, разве что его краснобайство. Ну и, конечно же, как же можно забыть про что-то великого, солнцеликого, богоизбранного. Хей-хей-хей, это Копатыч. Голосуйте за Владимира Владимировича Путина. Путин это прогресс, богатство и процветание. Путин это стабильность. Путин это любовь. Путин это жизнь. Путин это новые огромные заводы. Сильные армии, новые хорошие школы, детские сады, больницы, вечные дороги. Да уж, он буквально погорел на работе. Ага, а ещё он пострадал во имя светлых идеалов путинского времени. П tournament. Ау, да тут уже не смешно, Коржик. Да, при чём тут его жена, идите? Да-да, стыдись, Коржик, стыдись. Ну ладно. Я думаю, мы тут уже пять часов торчим. Думаю, уже пора закругляться. Ну, как у вас тут работа, мои дорогие добровольцы? Хорошо идет О, да, господин Собякин Народ очень интересуется выборами К нам уже столько подошло, расспрашивают Это хорошо, продолжайте работать, солнце еще высоко Кстати, вот ваша зарплата Что? Всего 5 копеек за целый день работы? Ну, знаете, 5 копеек сейчас это вообще-то раритет Центробанк ведь таких больше не выпускает И это так через 50 за эти 5 копеек коллекционер заплатит вам уйму денег Так что это довольно щедрая оплата Работайте хорошо, я дам вам потом еще 5 копеек Получится целых 10, хе-хе Ну, ладно А теперь мне пора по делам своей мэрской мэрии Где я буду вкушать изысканный деликатес Фаршированные бычьи яйца по-итальянски До скорого, лохи О боже, какого черта, я горю, я горю Хотя пахнет аппетитно У меня на вкус тоже ничего Сюда бы еще савил соуса Хотя о чем это, я же горю заживо Блин, откуда тут на дороге вообще такая яма Какой идиот управляет этим городом А, погодите, это же я Тогда все в порядке, я так и задумывалась Хм, вот же ж говнюк Ой, блин, это же Адольфей овальный А, иди отсюда, Адольфей, тебе тут никто не рад А граждане мои, почему вы так негативно настроены ко мне? Да потому что ты сраный шут, шовинист и уголовник Где Кировский лес, Адольфеюшка? Да, ты нравишься только школьникам И имбицинам с мозгами школьников А не все жулик, а не все жулик Ну, друзья мои Откуда вы знали такую ужасную информацию обо мне Из федеральных СМИ Из разговоров путиноидов Вы голубые ребята И знаете, что в их словах нет и грамма правды Ну, вообще-то в этом утверждении есть своя чуточка правды А, все равно ты мутный тип А твои сторонники просто днищи А вольнутые так же омерзительные, как и путиноиды Только путиноиды вопят Слава Путину, пусть он уже станет царем А твои вопят, ура, овальному Сделайте его уже президентом Что ж, ваша правда И тогда мои верные сторонники Чуть перегибают с уверением Однако ж, это же все для правого дела Борьбы с порочным режимом Да ладно, хорош заливать Ты просто хочешь стать новым главным вождем Между тобой и Путиным Да лишь разница, что он урод на коне А ты в говне Ага, да фишка, ты жалкий лузер Но сограждане мои Что я и мои сторонники Сделали лично вам плохого Ведь ничего Почему такая ненависть? Или вы так зовитесь потому, что вы бездомные Голодные в лохмотьях? А это случайно не благодаря Путинской власти? Ну, если так подумать То вообще-то да Когда-то давным-давно Год назад у нас были мама и папа Мы жили счастливой семьей Но потом наши родители Скончались от кошачьего гриппа И коржик с голодухи Сожрал их тела Спустя неделю Когда у нас в подвале Не осталось ни одной крысы Которую можно было бы съесть Мы пошли в банк Чтобы снять остатки денег С родительского счета И там один лощеный тип Предложил нам кредит Для открытия нашего собственного бизнеса Мы тогда бездомно согласились И вот мы открыли лавку По продаже связанных нами Теплых шерстяных носков Но бизнес не пошел Потому что люди покупали Китайские носки Которые были ужасные Паршивые Но стоили дешевле наших Вдобавок к этому несчастью Оказалось, что взятый нами кредит Был по очень высокой ставке Мы думали, что ставка на 0,3% Но то была ставка на потребительский кредит А мы взяли кредит для начинающего Малого предпринимателя В общем, наш бизнес прогорел Мы остались на бабах А так как мы брали кредит под залог дома Нас вышвырнули на улицу А наш дом, лавку И все носки забрали Я, конечно, пробовал возражать Что нельзя собирать единственное жилье На меня отпинали бугаи Работающие на банк В общем, такая вот история Из-за этого импортного шарпотреба И жуликов-банкиров Мы вылетели в трубу И попали прямиком под забор Где эта поддержка собственных граждан В их деловых начинаниях Путин только языком молоть умеет Хорошо, что у карамельки отросли сиськи И она смогла зарабатывать этим Иначе мы бы совсем загнулись Вот, видите, порочный путинский режим Сделал вас нищими и бездомными Это несправедливо И именно с этим я, Адельфей Овальный Яростно борюсь И вы, вы можете помочь мне в этом Давайте вместе бороться за правду Справедливость Единство закона для всех Честные выборы Против коррупции И бесприняло власти Как вы? Вы со мной? Спасибо, не надо С тобой только Противильные Все наши А это нужно Хм, что ж, а что если тогда так? Ты что, хочешь купить нас за жалки 50 рублей? Ну что, по-твоему, совсем дауны? Что ж, если вы предпочитаете меня в рублях, то О, а это куда более лучшее предложение А может вы не очень любите Америку и больше предпочитаете Европу? О, боже, 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 дай них, я хочу эти деньги Ага, спокойно, вы получите этот полтинник И сможете получать такой каждый день, если ставите моими верными соратниками А как? Что вы решили? Да, почему бы и нет? Ну, лучше, чем работать за копейкин государства и мерзкого мэра садя Ага, нет! Трилоха стали работать на Адольфе и Овального Работы было много, так как коррумпированные власти не допустили Овального на выборы И он был очень сильно этим возмущен Трилоха стали участвовать в его политических акциях и митингах протеста против этого несправедливого и неправомерного решения Чтобы Адольфе и все-таки дали поучаствовать в этом большом и самом выженном в жизни страны розыгрыше В выборах президента России 2018 Продолжение следует...